Внимание! В данном видео содержится обилие ненормативной лексики. Всем привет, друзья! С вами я, Женёк, и сегодня мы продолжаем играть в Skyrim... Фу, блять! Любишь GTA и любишь смотреть видосы, связанные с GTA? Тогда заходи на канал Марса! Чувак снимает видосы по GTA-шке, по МТ-шке, по модификациям и не только. Заходи на игровой канал Марса, я уверен, тебе понравится. Ссылка в описании. Мы продолжаем играть в Happy Wheels, вы просите. Привет, друзья! Вам понравилось, это классно. Я сортирую по рейтингу и по этой неделе уровни не пропускаю, даже если они хуёвые. Ну, конечно, если не могу долго пройти, то хуй бы с ними. Я не хочу час мучиться с одним ебаным уровнем. Давайте начнём. Начнём мы с уровня Сверд Трю Трю Трю. Собственно. Начинаем. А, а такой... А, нет, не такой, блять. Не такой уровень был, с похожими был персонажами, но не точно такой, потому что не было лучника из Майнкрафта, скелета вот этого, мороженки не было, девочки не было. Опаньки, хатшотики. А чё, как громко-то, подожди. Оп. Вот и хорошо. И остался... Here's some text, да? Это тоже же, получается, наш противник, скажем так, в котором мы должны заебашить мечиком. Но вот этот here's some text я чё-то... Опять тыкать надо, да, мышкой? Сука. Ввели мышку зачем-то... Не зацепил, говнарь. Ну мог ведь. Ввели мышку в Happy Wheels. И теперь стало абсолютно неудобно, потому что... Ну-ка, они... Профессионализм. И теперь надо постоянно тыкать. По человечески уровни не начинаются. Теперь постоянно надо тыкать мышкой в экран. Ну что за говно? Так, расходимся все. Скелетон тоже расходится. Ты получаешь меч в спину. Блях, ну хер сам текст. Рядышком. Да! Почти. Я хотел психануть, но чё-то, знаете, передумал на самом деле. Сдержался, понимаете? А вот сейчас уже не сделаешь, сучка. Сучьи мечи! Хватит! Хватит попадать не туда, куда... Ещё и жмякай постоянно, сиди мышкой в экран. Блядь, как дурак, вместо того, чтобы нормальный уровень играть. Возьми один-один меч. Один-один возьми. Не бери два, бери один. Знаешь, как телефон доверия. Девять-один-один. Всё, один-один запомнил. Скелет, окей, минус. Рука тоже... Нан. Что за нан? В смысле? Не, попасть в него надо? Клик-то-вин. Зачем усложнять? Я прошёл уровень, могли бы просто... Всё, молодец. TV Circle Escape. Круг телевизоров побег. Это... Да, это именно то, что я думал. Это именно то, о чём я думал, бляха-муха. Так, мышку беру. Надо будет выключить как-нибудь запись курсора. Я не знаю, есть ли такая бандиками функция. Я. Давай, давай. Аккуратненько. Давай, 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 давай. Так, отъедем чуть-чуть. Давай, давай. Надо пробить дырку, я понял суть. Надо пробить дырку в телевизорах, чтобы упасть куда-то вниз. Суть, я понял. Или вылететь куда-то. Хотя, ну, скорее всего вниз, потому что если бы пришлось вылетать вбок, ну, представьте, как, сука, надо было рассчитать бы траекторию-то ебаную. Надо с полёта это делать. То есть ты подкатываешься, 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 подпрыгиваешь. Ешь. Вон там, финиш внизу, да? Ты подкатываешься, подкатываешься, подпрыгиваешься, летаешь вниз и... Надо! Это слетаешься на запчасти. Телевизор, ребей! Ну так. Сейчас, сейчас, всё получится. Давай, аккуратненько. Аккурат... Аккуратненько. Тихонечко. Чуть-чуть. Давай. Бым, бым, бым. По телевизору просто аккуратненько бьём. Не умираем. Ты пиздюк мне сейчас всё испортишь. Последний раз. Не получается, ну его в жопу. Это слишком сложно. Нахуй руки правильно выкинуть вообще. И ноги, нахуй. Я на финише и давайте скажем, что я был жив. Вы все видели, что я был жив? Да, я был жив. А, это вы живи. Окей, вот это прикольно. Насука. Вот и всё. Хороший романтический ужин. Где-то-то, да, блин. Надо набухаться в таком случае. Пей в рот, а не в голову. О, боттлфлип, нахуй. Давай, оп. Я ещё и боттлфлип прошёл до кучи. Так, подожди. Мне сейчас эта рука пока не требуется. У меня вторая рука дотягивается без особых проблем. Мизинцем до кнопки и до пробелов, в принципе. Очень даже неплохо. А вот это что-то уже сложнее, слушайте. Здесь... А, да, в принципе, нет. Бомба просто взрывалась немножко быстрее, но я живой. Та-та-да не будет. Масонский глаз, кстати, был сверху. Боттл-ран эксперт. По-моему, этот уровень мы проходили в прошлой серии. Но не прошли. И в этой серии мы его не пройдём. Потому что есть два вида уровней, которые у меня не получаются вообще. Это Боттлфлип. И это Пога Файт. И вообще всё, что связано с Пога. Даже я, блядь, Импосибл прохожу как раз на Пога легче, чем сараны и Пога Файты. Хотя, казалось бы, Импосибл сложнее. А Пога Файт-то легче. Ой, уровень с матрицей. Он никчёмный. Он неинтересный. Но почему-то меня просили проходить тоже матрицу. Ну, это неинтересно. Это какой-то бесполезный уровень. Не знаю. Apple Store 2012. Новый чарджер. Зарядник, я так понимаю. Слушайте, а он даже какую-то свою физику имя. Купить можно? Ну, дайте куплю. iPhone Nano Chromatic. Это что за Пикачу, ебаная? New iPod Nano. Засмотрелся я на Пикачу? Так. А, ну всё. Сейчас я хуй перепрыгну уже, да? Push over slowly. Толкай только медленно. Вы меня знаете. Я не читаю то, что нужно читать. Я читаю то, что вот написано большими картинками, экранчиками. Всё прекрасно. То, что нужно читать. Подсказки я никогда не читаю. Тут реалы в пизду все. Я умею всё сам. Нет. Ах, бля. Я не заеду. Кстати, чуваки, iPod это, насколько я понимаю, музыкальный плеер, да? Это MP3-шник обычный. И вот, чуваки, скажите мне вообще, в чём суть... Тихонько толкай. В чём суть MP3-шника за 126 долларов? Да вообще, в принципе, суть любого MP3-шника вообще в чём? Я не особо понимаю, потому что есть телефон. В телефоне есть функция прослушивания музыки. И MP3-шник, в принципе, не особо-то нужен. Хотя, не знаю, пишите в комментариях свои варианты. Мне вот лично MP3-шник вообще нахуй не упал, потому что у меня музыка есть в телефоне. Я могу взять телефон. Благо, зарядку он, в отличие от большинства смартфонов, держит неебически долго. То есть, если там смартфон выдерживает какой-нибудь 3 часа без остановочной игры или прослушивания музыки... Блять, даже iRiser, даже iRiser, стиралка есть... То мой телефон может выдержать часов 6-7-8. В зависимости от нагрузки на него. Чем нагруз... Ну, часов 6 он при бесконечной игре, при бесконечном интернете выдержит как нехуй. Это телефон, блять, слон. Не знаю, у него аккумулятор должен быть размером, наверное, с мою голову. Но нет, он меньше. Не заметил. Не заметил. Засмотрелся на красивый уровень на самом... Аааа! Нет! Я так не договаривался. Вернись на место, блять. Аккуратно, тихонько, съеби. Зарядник, ты мне не нужен сегодня. Да что ж у меня за болезнь такая с записью-то прерывать, ёперный театр. Ай, тихо, тихонько. Уйди, уйди. И вот о чем я говорил. MP3-шник мне вот на самом деле не нужен. Напишите, кто из вас пользуется MP3-шниками и зачем он нужен, собственно, вам. Для чего он вообще нужен по факту, я не знаю. Раньше, раньше, допустим, музыкальные всякие плееры, они имели свой смысл. То есть, когда не было телефонов, когда не было крутых каких-то телефонов, где можно было скачать себе музыку целой кучей, да? Ну там, если и был телефон... А это что за ход такой? А, наебали. Если и были телефоны, то туда нельзя было скачать толком музыку, да? Туда, ну, записать на диктофон с телевизора или там с магнитофона разве что. Такими вот путями мы пользовались. Сейчас, наверное, уже никто так не делает, потому что это не надо никому. А, собственно, раньше вообще плееры, какие бы то ни было, ну, MP3-плеерами их, наверное, сложно назвать, они пользовались определенным смыслом и пользой, потому что можно было взять, допустим, кассету, вставить в плеер и, собственно, ее слушать. А потом еще и на карандаше перемотать, чтобы батарейку не сажать. И когда, соответственно, на тот момент, да, это реально было актуально, до этого ходили с магнитофонами на плече. Я лично этого момента не застал, когда ходили с магнитофонами на плече, потому что у меня не было магнитофона. Реально, у меня магнитофона не было, по-моему... А, нет, вру, у меня был магнитофон, когда я был совсем маленький. Но с ним на плече я бы не походил, на самом деле. С ним на плече никто бы не походил. Потому что этот магнитофон весил, наверное, килограмм восемь. И был размером, как минимум, я даже не знаю, системный блок, наверное. С большой, довольно-таки, системный блок. Если ты носил его на плече. Ну, вывих суставов, надрыв там, связок, всего чего угодно. В принципе, тебе было бы обеспечено. Почти прошел я этот гребаный уровень, давай. Я не хочу его пропускать, потому что мне нравится. И мы можем с вами обсудить интересные моменты. И вот, все, отлично. И вот раньше, да, действительно, эти плееры с кассетой, они имели какой-то свой смысл. Зачем сейчас же вот эти MP3-плееры? Я не понимаю, софт, айфон, следующий уровень. Я даже не прыгал. И слушайте, уровень, кстати, выглядит прикольно. Только не видно, что впереди... А, впереди финиш. Хорошо. Но это демо. С таким, конечно, видом даже, блядь, не знаю, что впереди тебя ждет. Так, уровень, баскетбол, что-то там. Ну, это легко. Слушайте, чувствуете, какие уровни пошли? Либо классные, либо прям легкие. Vans fly. Ага, понял. Летать по замечательным вот этим вот фургонам. Pretty good. Прям хорошечно. Куда от тебя понесло? Там сверху шипы наверняка где-нибудь. Как я вообще два пальца в розетку. Press space to start. Ёпты. Мы играем за мяч. Подожди, как двигаться? На какую? Ага. Наверх, вперед, назад, назад. То есть вниз, назад. Понял. Ну, слушайте. Это необычно. И плюс вот эти две хуйни еще мне звук дают, музыку. Она ускоряется. Подожди. А, нет. Не открыл, да? Значит, надо посильнее ебануть, как следует. Не выкатывай, не выкатывай, не выкатывай, не выкатывай. Да не та кнопка, да что? Пойди еще вспомни, где вперед, где зад здесь. У этого мячика. Не, потому что он как бы круглый. У него нету ни спины, ни лица. И понять, в какую сторону он кружится вперед, в какую назад, как... Ну... Слушайте, это прикольно. Так, быстренько почесать. Быстренько почесать лицо. Все, музыки не будет, да? Так... Нам надо наверх, я так понимаю. Здесь какая-то тырвочка. Это... А, все, понял. Да и... Зачем я его перепрыгнул? Кто мне ответит? Да какую, блядь? Опа! Не, не, не! Сученыш. Давай! Оп! Отлично! Скидываем. Скидываем это дело. И толкаем вот сюда. Слушайте, а что, прикольный уровень, кстати. Я такого еще не видел. Я такого еще не видел. Сколько играю в Happy Wheels. Ну, действительно, я такого не... Ох, бишь. Как удобно я сейчас попал. Я такого еще реально не замечал. Так, сейчас главное не выкатиться. Сейчас главное на шипы. Хотя, ну, подожди. А, хотя шипы, он же сдуется. Я думаю, это же мячик, он же не умрет, но он сдуется. Это же шипы. А вот насчет, кстати, той... Тихо! Спасибо. Еще разочек. А насчет, кстати, той речушки, которая там была, вот эта лужа, в которую я попытался не упасть. Кстати, зачем? Я попытался в нее не упасть. Это же, по сути... По сути... Что я несу? По сути, это же вода. А как мы знаем, мяч в воде не тонет, потому что это какая-то неведомая хрень, шарообразной формы, наполненная воздухом. И об этой нашей... В подтверждении нашей теории нам говорит старый детский, собственно, стих. Наша Таня громко плачет. Уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Не утонет в речке мяч. Все знают этот стих. Сейчас его, интересно, вообще знают дети, нет? Это надо все открыть? А хотя подожди, нахуя? Ну-ка вкатись. Да куда сползло? Вкатись. Я мышку-то с экрана убирать боюсь. Вкатись. Да что ты не нажимаешься? Не-не-не-не-не-не, подожди, 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 блядь, куда жать? Ааа, запутали все. Так, вкатился. Перекатился. На эту нет, значит, на эту все. Так, мышку убираем. Ну, слушайте, это не так уж и сложно. Надо бы только еще вот в кнопках разобрать. Хоть поймешь, что-то все изменилось, как мышкой тыкай, блядь. Раньше без мышки было вполне себе удобно играть полностью в хэппи-виллс. Тут вот сейчас уже нельзя. Ладно. Опять скидываем этот комочек, этот кубик. Скидываем его на вот эту вот кнопочку. Открываем проход. Вот, и выигрываем уровень. Футбол Станц. Thanks for playing. Ну, слушайте, ну это, блин, классный был уровень. Реально уровень был очень даже прикольный. Мне понравился. Get in the box. Залезь в коробку. Ой. Ой. Залезь в коробку. Я уже столько сейчас уровней прошел. Причем легких и сложных и интересных. Поэтому гарпуны даже не поняли, что я вообще проходил рядом. Что я вообще рядом был. Баттлшип демо. Ох ты ж. Ох ты ж. Морской бой. А, надо, надо кидать. Я понял. Слышь. Ой. Подбит. Подбит. А7Б4. Убит нахуй. Все. Да в смыс... В смысле? Не... Кто проживает на дне океана? Наш главный герой. Так, ладно. Сейчас главное не уронить и не просрать все эти ракеты. Говорю я. И уже три у меня нет. Ну-ка нахуй переигрываем. Не получилось с первого раза. Значит... Да отпусти ты. Нахуй ты. Не бери три, бери одну. О. Ну слушайте, молодец я. Зачем ты берешь пачку, дебилоид? Физику меняют главное в игре. Из-за чего не работают потом, блядь. Половина уровней. А вот этот вот хер поменять не могут. Что он берет по, блядь, пять единиц, скажем так, вещей разом. Кидаем. Бух. Все отлично. Вертушка дала... Да ты попади в ней... Вот. Ну ах, у меня осталась одна и... И мы выигрываем. Фух. Ну слушайте, тоже классный довольно уровень. Ну и не такой уж и сложный. Симулятор барабанов. Поставь пять звезд и послушай мою музыку. Не хочу я слушать твою музыку. Я сделаю свою. Надо понять, какие барабаны... Какой издает звук. Я не барабанщик. Не, вот это. Это мышкой неудобно делать, на самом деле, абсолютно. Если на музыкальных инструментах я еще могу в ритм попасть, то мышкой вот елозить, это на самом деле очень дико неудобно. И на мышке я уже в ритм не попаду. Так, вперед. Ну давайте попробуем. Ой. Ох ты ж. Выпрямился, молодец. Нормально. Тихо. Очень громко. Ну слушайте, прикольные уровни, кстати, пошли. 99% impossible. 99% Я даже бы 100% сделал. Не с первого раза. И не с второго. С 15-го раза точно. Засекаем. Почти. Уже четвертый раз и почти. Ну, почти живой. Че ли, че ли, не туда нажал. Вместо контрола нажал назад. Да прыгать ты, блядь, вышли. Но. Почти живой. Оп. Давай тихонько. Даже не 15-й. Даже не 15-й раз и я уже победил. Изи джетпак фан. А, блядь. Я думал это сужаться будет вниз, а это сужаться будет вперед. Вот, я в джетпаке в эти не играл давненько. Ой, давненько не играл. Не, ну изи, изи. На самом деле изи. Главное понять, че делать. Дэдрэн порт 1. Так, тихонько. Главное не клюнуть это говно. Так, тихонечко у Тимми фонтайн. Не. Ну ладно. Отдай жопу. Отдай жопу, падла. Отдай жопу, скотина. Бесполезно. Я думал мы это... А. Я думал не заденем. Я был не прав, извините меня. Извините меня, персонажи. Так, тихо. Тихо выпадь. Нормально. Тихо. О, бля, близко было. Так, чуть-чуть. Надо вычислить траекторию движения этой хуеты. Нормально. Тиме уже все равно не понадобятся ноги. Это на меня падать будет? А, нет, это... Легко. Абсолютно. Главное знать траектории, блядь, пога файт, сука. Ах, пога файт, пога файт, пога файт. Так, ладно. Пога файт, так пога файт. Дед, съебал. Пога файт, так мы пройдем его. Так, тихо. Да какой же ты ж меткий-то. Это я самому главному герою говорю, потому что он своими же ногами себе же в голову и заебенил. Тихо. Ладно, поляшком долбанул, ничего не будет, не жалко. Финиш внизу. Не хочу. Знаете, я, конечно, не очень-то профессионально прохожу пога файты. Вообще, понимаете. Но я не хочу легких путей. Это неинтересно. Там, типа, финиш внизу. Это нет. Ну, это читерство ебаное. Ну, а, кстати, это, скорее всего, в 90% случаев наебалово. Поэтому даже рисковать не буду. Вот, правильно, бошку себе там разбей, блядь. Ёпта, это же этот Скорпион из Mortal Kombat. Ты вообще нахуй тут забыл-то в хэппи-велсе, мудак. Во, правильно. Так, не цепляй. Не цепляй. Цыпленок ебаный. Давай, сейчас мы с прыганца. Оп. Та-та-да. Ха-ха-ха. По-моему, получилось неплохо. Красиво. Прыгнул, да и цепанул. Опа. Во, слушайте, прям профессиональненько. Оп. Тихо. Уйди. Уйди, слезь с меня. Слезь с меня, говно, главное. Не трогай меня. Так, я у тебя с лица прыгну нормально. Оп. Чайный пакетик. Ха-ха-ха. Это было не запланировано, чувак, извини. Так, негра роняем. Негр вообще всей своей тушей должен был разбить себе голову. Там у чувака в руках фургон есть, кто-то не заметил. На самом деле, все эти фургоны, это полное говно. Я знаю один единственный классный фургон, который вот... Тихо! Колесом-то по голове, как сейчас прилетело, хорошо. Как жив остался. Я знаю единственный один классный фургон, который реально заслуживает внимания. Это фургон Скубиду. Ха-ха. В котором они ездили. Раскрашенный какой-то хипарский... Тихо. Тихо. Я, кстати, только сейчас начал задуматься, что, судя по раскраске их фургона, вся эта команда Скубиду были растаманами и хиппи. Может, призрак... Кафани видели именно по этой причине? Как же ж ты так умудрился аккуратно-то клюнуть, сучара? Так, все, расслабились. Успокоились. И аккуратненько. Дед, не ори. В тебе уже топор. Тебе уже... Причем отрубил он тебе писюлю. О май лэг! Он тебе в член воткнулся. Какой лэг, нахуй? Так, ну смотри-ка. Я уже негра вынес. А он стоит здесь еще. Так, негр, не мешай. Свалил. Так, окей, прыгаем. И надо аккуратненько уронить фургон. Нет! Говно! Отцепись! Ладно. Это были всего лишь стопы. Они нам не понадобятся. Теперь босс. Так, это гарпуняки. А я их наебал. Э, не возвращайтесь только. Не надо. А, понял. Прыгать надо чуть. Чуть за... А! Наебалово! Фух! Ну что, прошли. Погофайт. Хоть и казалось, что это очень сложно, но мы его прошли. И вообще, в принципе, прошли. Сегодня мы много уровней. Мы молодцы. И на этом я предлагаю закончить. С вами был я, Женек. Подписывайтесь, комментийте, ставьте лайки. Всем спасибо за внимание. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok